Парк Сокольники Недалеко от танцплощадки за поворотом проводят звуковую терапию. В Индии этому процессу уделяют большое внимание. Индусы верят, что определенные шумы и звуки могут помочь снять физическое и моральное напряжение. Это тибетская кованая поющая чаша. Лично была приобретена мной в Гималаях, в Индии. Очень сильный музыкальный старейший инструмент, который помогает людям расслабиться, прийти в спокойствие и гармонизовать свою энергетику, в том числе решить некоторые физические проблемы. На звуковой терапии необходимо сидеть прямо и дышать диафрагмой. И при этом ни о чем не думать. Нужно сосредоточиться на звуках, прислушаться к ним. Процедура настолько расслабляет, что думать во время ее проведения о чем-то просто невозможно. Все мысли уносятся прочь. Как правило, после такого духовного очищения в разы улучшается самочувствие. Организм получает новую порцию положительных эмоций. Мысли спокойствия нет, собственно говоря, никаких окружающих людей нет. Подчашесть все выглядит по-другому. Внимание гостей также привлекла индийская косметика. Все средства ухода за телом сделаны из натуральных компонентов и производятся только в Индии. Косметика аюрведическая из Индии, полностью из натуральных компонентов, которые собираются в предгорных долинах Гималаев. У нас замечательная крема от морщин с гималайской ягодой, а также с алоэ вера. Еда и напитки тоже изюминка Дни Индии. Традиционные блюда, приправленные специями, пользовались большим успехом. Индийская кухня славится большим разнообразием блюд. Еда в Индии вкусная и полезная, но с фирменной перчинкой. Дни Индии успели стать доброй традицией для Москвы, а для жителей столицы такой праздник – уголок Большой Азии в шумном мегаполисе. Илья Залевский, Сергей Новиков и Виктор Сухотин. Новости Большой Азии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова